Продолжение следует... А вы в курсе, что сегодня в Сочи спорт доступен абсолютно каждому? Оздоровительный бег, гимнастика, большой теннис, шахматы, бокс, фитнес, этими и другими видами оздоровительного спорта сегодня могут заниматься абсолютно все сочинцы, в том числе и взрослое население курорта. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе», я Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня в нашей передаче речь пойдет о новом для курорта проекте, называется он «Спорт для всех». Что это за проект и на что он нацелен? Сегодня нам расскажет гость студии, заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Сергей Пелосян. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Городская программа «Спорт для всех» начала работать с 1 декабря прошлого года. Какие уже есть результаты? Да, вы совершенно правы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью говорить, что эта программа запущена, она работает. Она работает во всех районах города Сочи. Это 28 точек активности. В чем основной принцип этой программы? Это то, что все желающие, которые хотят заниматься спортом на придомовых спортивных площадках, либо это какие-то места, специально отведенные для занятия спортом, делают это с профессиональным тренером, который работает у нас либо в спортшколе, либо в каком-то из фитнес-центров. И они добровольно согласились помогать людям в определенное время и проводят с ними занятия для более профессиональной, для более качественного занятия спортом. Давайте перечислим виды, что сегодня доступно сочинцам в рамках вот этих бесплатных занятий. Это на самом деле все виды подобраны, они максимально комфортные, для них не нужны специальные подготовки. Это бег, это бадминтон, это легкий вид бокса, это может быть регби, это может быть йога, либо какие-то из видов легкого фитнеса. Так, чтобы люди любого возраста, будь то либо дети, либо пенсионеры, либо любые работающие горожане могли в удобное для себя время заниматься этим видом. Мини-футбол, бадминтон, гандбол. И, соответственно, опять же, эти виды спорта подбирались так, чтобы на этих площадках возможно было занятие. Максимально оптимально подбирались. Ну и график наверняка какой-то разработан, потому что многие люди, которые хотят заниматься спортом, у них нет времени ходить рано утром или в обед, есть только свободное вечернее время. Есть вечером тренировки какие-то? Сейчас, в соответствии с законодательством, все спортивные площадки открыты для детей до 18 лет, до 22 часов, для всех лиц после 18 лет до 23 часов. Все площадки, которые находятся в ведении Министерства управления образования города Сочи, это пришкольные площадки спортивные, на них доступ разрешен всем гражданам, при условии, что на этот период не проводится учебного процесса, с документом, удостоверяющим личность. Что касается расписания, проведения именно программы «Спорт для всех», сегодня у нас увеличился световой день. Сегодня мы поменяли расписание, правильно вы сказали, мы его оптимально подводим для того, чтобы всем желающим было максимально удобно. Посмотреть новое расписание любой желающий может посмотреть на нашем интернет-сайте Департамента физической культуры и спорта и выбрать для себя оптимальное время и прийти на ту площадку, где ему максимально комфортно и удобно. А много ли желающих и какой у нас возрастной контингент, в основном, кто приходит на такие площадки? Вы знаете, мы программу эту запустили, потому что было много обращений. И нас просили больше развивать физическую культуру и спорт среди массы населения. Мы услышали, мы организовали эту работу, люди, тренеры безвозмездно согласились, но, к сожалению, сегодня очень мало людей приходят на наши площадки и занимаются спортом. Также предпочитаю все-таки индивидуально пробежки на набережной, либо занятия велоспортом, там, где не требуется тренер. Поэтому, еще раз пользуясь случаем, хочется, конечно же, обратиться к жителям города Сочи, зайти на наш сайт, посмотреть, где профессиональным тренером можно позаниматься физкультурой и прийти на эту площадку. И, конечно же, мы ждем, что с наступлением весны, с наступлением тепла все больше и больше сочинцев будут приходить и заниматься физкультурой. Более того, у нас, помимо наших тренеров, к нам стали присоединяться и фитнес-центры, которые занимаются коммерческой деятельностью, и федерации. У нас есть положительные примеры, которые люди также на индивидуальном патриотизме выходят в парки, в скверы, они профессионально занимаются спортом, и они собирают вокруг себя жителей и тоже предлагают совершенно бесплатно с ними позаниматься физической культурой. Как один из примеров, известная сеть спортивных магазинов организовала в Сочи беговой клуб, к которому могут присоединиться все желающие. А кроме бега, чем еще наш бизнес предлагает заниматься совместно спортом с жителями? Один из самых положительных, наверное, примеров, помимо, конечно же, тех людей, которые предлагают заниматься бегом, у нас еще есть Южная Федерация Киокосинкай, которая еженедельно по субботам, несмотря на погодные условия, в парке Фрунзе организовывают бесплатные занятия тренировочные для людей, для всех желающих, для всех жителей города Сочи. Вот в парке Фрунзе они проводят свои физкультурно-оздоровительные мероприятия. Еще были городские мероприятия на набережной, совместные тоже забеги устраивали, которые были посвящены Олимпиаде, но это было до старта зимних игр. Что сегодня вот с такими забегами у нас? Какая судьба? Мы также их проводим по субботам, это называется «Миля здоровья». Опять же, хочется обратиться к жителям, к сожалению, мало кто поддерживает эти забеги, при том, при всем, что на набережной очень много людей, которые бегают по утрам, это радует, это, конечно же, заметно, но при всем при этом организовано пока что мало желающих, которые хотят именно принять участие в этом забеге «Миля здоровья». А какая вообще у нас сегодня по Сочи цифра по охвату занятий спортом среди населения? Может быть, детского населения и в общем? Я назову в процентах. У нас порядка 33% жителей города Сочи активно занимаются физической культурой и спортом, и порядка 80% жителей города Сочи поддерживают физическую культуру и спорт. Что такое поддерживают? Это они либо регулярно, значит, болеют за какую-то из команд, либо они занимаются зарядкой, либо легкими физическими упражнениями. Еще хотелось бы поговорить о краевой целевой программе развития спорта. В ее рамках какие у нас проекты и программы реализуются? Как нас Край сегодня поддерживает? В рамках краевой целевой программы развития физической культуры и спорта нас очень сильно поддержал Край во время подготовки проведения к Олимпийским играм. Максимальное количество из 54 площадок, которые сегодня построены спортивные в городе Сочи, были построены именно по этой целевой программе. С 2008 года, хочу заметить, построены 54 спортивные площадки. И это именно краевые деньги, это софинансирование. Конечно же, большое спасибо администрации Краснодарского края за такое участие. Сегодняшний день в Сочи больше всего по краю спортивных площадок. А вот площадки, где есть уличные тренажеры, одно время очень много их появилось, и по всему городу было много желающих заниматься на свежем воздухе. Что сегодня у нас с развитием этой сети? Будут ли где-то установлены дополнительно площадки? Кто за ними следит, чтобы они находились в надлежащем виде? Значит, на сегодняшний день уличные тренажеры хотелось бы разделить на две части. Первое – это те уличные тренажеры, которые установлены в парках, скверах, во всех районах города Сочи. В каждом районе по четыре адреса определено, где эти площадки находятся. На них регулярно могут заниматься любые все желающие. Следит за их состоянием администрации районов. Следит прекрасно, потому что все площадки находятся в хорошем техническом состоянии. И люди занимаются на этих площадках, они пользуются и востребованы. Адреса также можно либо посмотреть на сайте, либо я их могу озвучить. Это все знают, это все парки. Это пляж Ривьера, как пример, это парк Ривьера, это детско-спортивная юношеская школа номер один в центральном районе, это парк Фрунзе в Хостинском районе, в Лазаревском районе есть площадки, в Адлерском. Есть и еще одна категория площадок – это площадки для занятия воркаутом. Это тоже новый, уже не новый, но это очень динамично развивающийся вид спорта. Он требует также специфическую спортивную площадку. Их сегодня в городе уже построено 12. Очень много инвесторов, очень много людей, которые поддерживают этот вид спорта. И очень много силами именно инвесторов в такие площадки строится. Как пример, одна из последних площадок была построена на территории Ледяного куба, спортивного комплекса, она считается одной из самых больших. Но и на самом деле этот вид спорта пользуется большой популярностью среди молодежи. И мы рассчитываем, что в ближайшее время мы также будем продолжать строить. Также еще у нас есть площадки для занятия велоспортом и скейт-парк. Это тоже две площадки на сегодняшний день, три площадки на сегодняшний день в городе Сочи. Полноценные, построенные по всем стандартам, находятся и также содержатся в хорошем состоянии администрациями районов. Да, и что важно, что на всех этих площадках сочинцы могут заниматься бесплатно абсолютно. Даже, наверное, более важно, что на всех этих площадках всегда много народа. Да, это здорово. И очень интересно, в последнее время эта тема ГТО, школьники уже в ближайшие дни будут сдавать нормы. Как у нас обстоит дело с развитием нормы сдачи ГТО? Сколько будет точек открыто по городу, где и кто может сдать эти нормы? Многие взрослые, я знаю, тоже хотели бы поучаствовать в этом проекте. Да, совершенно верно. Сегодня у нас уже завершается подготовка нормативной базы для сдачи ГТО. Вы совершенно правы, в марте этого года запланирован всемирный зимний фестиваль ГТО, где совместно с управлением образования среди тех 11-классников, которые подали заявку на сдачу ГТО, в марте мы уже у них эти нормы примем. Это будет дан старт в городе Сочи, хотя на самом деле уже некоторые организации как подготовительный этап попросили нас, у нас было оборудование, мы проверили, как они могут, но официально старт будет дан в марте 11-классниками. Они у нас сдадут ГТО и потом будет разделен план у нас на 6 этапов дорожная карта по сдаче ГТО. И апрель, май, август, то есть в течение года 6 этапов, 6 раз мы будем принимать. В основном это будет привязано к каким-то из праздников, связанных со спортом, будь то день физкультурника, либо день олимпийского флага. И в эти дни мы будем организовывать площадки, и все желающие, пенсионеры, жители города Сочи, дети, все, кто подает заявки, будут иметь возможность в 2016 году сдать ГТО. И то есть планируете охватить практически все население, ну, по крайней мере, школьников, студентов уж точно. Я уверен, что все студенты, все школьники, все служащие, я думаю, муниципальные, это все люди, которые должны быть физически сильные, они в первую очередь, конечно же, сдадут ГТО. Также призываю всех желающих, конечно же, присоединиться к этой программе. Программа рассчитана на здоровый образ жизни, на развитие физической культуры. Каждый может себя попробовать. Поэтому, да, мы надеемся, что все сочинцы, все активные сочинцы ГТО сдадут. Ну, сейчас сочинцы очень активные, как болельщики, посещают многие мероприятия. Благо, у нас их хватает в городе, в том числе, крупных спортивных, от чемпионатов России до чемпионатов и кубков мира. Ближайшее время, куда можно будет сочинцам сходить, за кого поболеть? Ну, если рассматривать ближайшие три месяца, марта, апрель, май, чтобы далеко не забегать, у нас в каждый месяц не менее 20 крупных мероприятий, это не ниже регионального уровня мероприятий, в городе Сочи будет проходить. Что касается тех мероприятий, которые особо хочется выделить, конечно же, в ближайшее время, это 12 марта, на центральном стадионе будет матч европейский по регби проходить. Россия-Грузия? Да, мы надеемся и уверены, что придет огромное количество болельщиков. Исходя из прошлого матча, когда порядка 6 тысяч человек посетило, можем говорить о том, что этот вид спорта в городе Сочи полюбили. Мы ждем болельщиков 12 числа. Также с 15 марта стартует череда соревнований по велоспорту в городе Сочи. Это и чемпионат России, это и кубок главы города по велоспорту. Тоже интересное мероприятие, традиционное мероприятие, мы всех ждем. Если говорить об апреле, конечно же, 29 апреля это этап формулы-1. Но также в апреле у нас прекрасные будут всемирные игры соотечественников проводиться. Это тоже уже второй раз в городе Сочи проходит. Это те дети, которые в свое время родители которых уехали из России, но которые душой остались в России, они приезжают один раз в год и на территории города Сочи соревнуются. Международный турнир на кубок Газпрома по хоккею будет в городе Сочи проходить. Поэтому в мае тоже 23 мероприятия. Всегда есть где в Сочи куда сходить. Недавно совершенно проходили чемпионат России по фехтованию, чемпионат России по настольному теннису. Я видел, что на каждом из этих мероприятий большое количество болельщиков. Мы можем говорить о том, что культура болельщиков в городе Сочи есть. Она не то что зародилась, она уже развивается полным ходом. Поэтому с уверенностью могу сказать, приглашаю на все мероприятия. Также на сайте администрации города, на сайте департамента физической культуры. Можно посмотреть спортивные мероприятия и любое из мероприятий можно посетить. Ну и федерации спортивные идут навстречу. Насколько я знаю, практически на все соревнования, даже чемпионаты и Кубки мира, вход зачастую бывает свободным. Сочинцы могут прийти, занять место на трибуне и поболеть. Одна из позиций главы города Сочи, конечно же, это то, чтобы любой сочинец мог посетить любое спортивное мероприятие, которое в городе Сочи проводится. Будь то краевого уровня, либо даже международного уровня. И мы все прекрасно видим, что большинство федераций спортивных идут навстречу и открывают двери совершенно бесплатно для того, чтобы любой желающий, любой сочинец, любой гость, который сюда приехал, может пойти и посмотреть любое спортивное мероприятие. Да, это очень здорово. Время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что согласились быть гостем нашей программы. Получился очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель директора департамента по физической культуре и спорту администрации города Сочи Сергей Пелосян. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...